здравствуйте главное событие этих дней это конечно встреча байдена си на полях форума g20 стороны обменялись многозначительными реверансами которые некоторые аналитики толкуют как сдачу позиции россии и собственно декларация курса на лишение россии субъектности и это при том что все грамотные люди прекрасно знают что китай стал первой экономикой миру по факту под российским ядерным зонтиком ну советским российским ядерным зонтиком более того основа его экономического могущества являются не только американские инвестиции но и российские полезные ископаемые и российские же секреты российские технологии благополучно украдены во времена развала ссср и в последующие годы лихолетия будь в россии другое военно-политическое руководство она бы непременно воспользовалась нашим военным положением хотя бы тем что китая до сих пор нет ракет на твердотопливном с твердотопливным двигателем соответственно китайские ракеты не могут долететь до сша в отличие от российских но они работают над этим вопросом но к сожалению российское руководство похоже умеет только прогибаться перед большим другом из поднебесной признавая только какие-то экономические императивы и вот в результате вот этого до этой дележки мира между двумя полюсами россия не считается уже самостоятельным полюсом мы видим как россию начали тихо рвать всевозможные шакалы табаки индус сунак которого глобальный олигархат поставил премьером великобритании предложил назвать россию страну изгоем и лишить ее экономической самостоятельности какие-то поляки пытаются национализировать доли газпрома в наших европейских газотранспортных сетях а генассамблеи он по предложению бывшего ссср требует выплат от россии контрибуции репарации напомним в контрибуции репарации выплачивается в случае капитуляции объективная картинка тоже совсем не радует в отличие от российских сми которые не могут себе позволить сказать правду байден открыто назвал отвод российских войск а с херсона большой победы украины но торжествующий зеленский в херсоне который вопреки ожиданиям не получил ни калибром не кинжалом это такая иллюстрация западных побед мало того понятно что на этом коллективный запад не остановится только за вчерашний день курские власти отчитались от трех атаках на территорию курской области белгородская область подвергается непрерывным атакам там уже окопы под белгородом роют окопы роют уже и около крыма но правил днр и говорить нечего запорожье правда конечно и в западном лагере не все спокойно но в частности турция как такая союзница и проводница интересов великобритании которые не равны интересам сша получила привет от американских не партнеров виде теракта на туристической улице и стекляль в стамбуле кстати симптоматично что турки в отличие от многих не стали утираться и даже отказались принимать официальные соболезнования от американцев но надеяться на вот эти внутренние противоречия в западном лагере к сожалению не приходится милые броняться только тешится и недавняя позиция китая который клялся в вечной дружбе с россией лишнее тому подтверждение рвут россию не только на внешнем но и на внутреннем фронте конечно же активизировалась пятая колонна мы видим на продолжающиеся настойчивые попытки внедрения биометрической системы снова слышим попытки накручивать к видобесе кстати в ряде учреждений в частности петербурга до сих пор требуют обязательные прививки а буквально вчера мы получили информацию о том что правительство и депутата станина внесли в думу опасные законопроекты в пику нашему законопроекту 10 сенаторов про семейному вот согласно их проектам осложняется усыновление для близких родственников то есть для бабушек дедушек братьев сестер которых пытаются взять под контроль заставить проходить какие-то школы приемных родителей заставить проходить какие-то психологические обследования так далее в условиях войны когда огромное количество детей остаются сиротами когда мы получаем поток беженцев с новых территорий такие законы выглядят просто как издевательство над здравым смыслом параллельно появляются еще какие-то странные инициативы вроде так называемого кодекса детства которого никто не видел но от которого за версту несет ювенальщины представляется что все вот это вот тотальное отступление на всех фронтах происходит в том числе из-за нас с вами из-за нашей недостаточно активной позиции даже как военно-политической сфере где навсегда остаются актуальными слова государя императора александра третьего о том что у россии только два союзника армии и флот также и в гражданской сфере союзники у нас только мы с вами помощь не придет помощь уже здесь это мы если мы сами не проявляем активности не пишем письма не выходим с пикетами не устраиваем обструкцию проворовавшимся негодяем чиновникам вот этим министром кстати министр образования кравцов в среду должен прийти в думу то чего мы ждем эти люди остаются в зоне комфорта и продолжают поступать так как им нравится или вернее как за них решили где-то там за океаном если мы хотим выжить мы не должны им этого позволить на наших ресурсах катюша у зс мы стараемся размещать образцы и методички воздействие на вот это вот агрессивную кислотно-щелочную внешнюю среду оставайтесь с нами